Объёмное мышление всегда возможно при понимании закона. Вот вы говорите, он в таносе, я сами не понимаю, что это значит. Танос или невежество — это определённый закон, внутри которого живёт человек. Если человек изучил глубоко этот закон, то он также понимает, как системно выйти из этого состояния, как поменять силу, которая на тебя влияет. Из силы невежества, из силы страсти, из силы благости. Как постепенно перейти в благость? В этом заключается смысл жизни человека. Он должен сначала эту систему, это знание изучить, а потом применять те способы, которые его переведут, его образ жизни в другую среду, в успешную. То есть невежественная среда — это деградация, страстная среда — это потери сил, а благостьная среда — это прогресс, развитие во всех отношениях. И в материальном, и в здоровье, и в духовном, и так далее. Ну то есть вот это называется системное мышление. Оно основано на знании всегда, на знании закона. Вот в соответствии, какой ты закон понял, тогда ты системно не слышишь. Допустим, там Ньютон понял вот этот закон, допустим, красного смещения. Ну, планета удаляется от звезды, и она, ну, её скорость там, света, ну, меняется. Там вот это он понял, он системно это уже описал, всю Вселенную на основе этого закона. Законы знания дают возможность объёмному иззыванию. Законы знания? Да. Есть законы физические, есть законы нравственные, есть законы духовные. То есть какая проблема? Есть взгляд материальный. То есть материальный взгляд означает, только специалист может управлять страной. Это материальный взгляд. Мравственный взгляд означает, что никогда дыма без огня не бывает. То есть если люди возмущены, значит, есть какие-то ошибки, их надо исправлять. Позиция, значит, лидера какая. С одной стороны твёрдость, чтобы не потерять власть, нужно быть сильным, нужно её держать, завоёвывать. То есть власть означает сила. И то, что типа, ах, я вам не нравился, ну ладно, я пошёл, а тут чё хочешь, то и будет так дальше в стране. Неправильная позиция. Власть означает сила, но при этом нужно принять то, что люди, если недовольны, значит, надо что-то менять. Это нравственная позиция. Есть духовная позиция, что пришло время страдания, то есть есть судьба страны, она усугубилась, стала тяжелее. И все люди сейчас, вместо того, что пора ходить, они должны молиться, для того, чтобы страна выжила, чтобы она в хаос не погрузилась, понимаете. И мы должны за эту страну также молиться, чтобы там не было хаоса. Потому что этот хаос сделает Бога всем. Никто от этого не выиграет. Если человек не влияет непосредственно на ситуацию, он может влиять только с помощью молитвы. Вот если вы не президент страны и не находитесь внутри, ну то есть вы не влияете на непосредственно ситуацию, то есть ситуация, она контролируется несколькими людьми всего. Это президент страны и те люди, которые сейчас контролируют сознание тех, кто на запасах. Вы должны повлиять и на этого человека, и на тех. Если вы не можете ни того, ни другого, тогда молитва. Но даже мой ответ в этой ситуации он не полный. Потому что всегда, когда мы говорим о целой стране, то это очень глубоко и серьезно. И надо быть очень глубоким специалистом и знать много-много факторов, которые многие из нас не знают. Вот допустим, люди со своей точки зрения смотрят, а есть же масштабные процессы, которые происходят вокруг, они этого не знают. Они там, многие не знают, что учения проходят возле границы параллельно там. Но что все это учения же планируются заранее, а не запланированы после выборов сразу. Ну то есть очень много процессов параллельно происходит. И однозначно президент страны же это понимает, что это все происходит все вместе. И он говорит, что не получится у вас ничего. Я буду сражаться. Это правильное мышление. Так, что он должен действовать. Но если люди, простые люди, которые активно поднимаются за вот этих оппозиционеров, то значит он сделал какие-то ошибки. Он должен с этим тоже сейчас что-то делать. Иначе люди ему не поверят. Если он как Сталин. Мы не знаем, кто такой Сталин. Вы знаете, кто такой Сталин? Нет. О чем вы говорите, если он как Сталин? Вы не знаете, кто такой Сталин. Сталин для меня это тот, кто выиграл войну. Понимаете? А все остальное, там много чего говорят. Мы не знаем, кто такой Сталин. Политика меняет историю. Понимаете? Смотрите на факт. Человек выставил в тяжелейшем сражении территорием. Выиграл войну. Понимаете? Вот это его заслуга. Это вот этот человек. Давайте сейчас мы уйдем с политической арены. я пришел в лекцию по самому священству. У меня нет никого интереса сейчас. Понимаете? Вот я еще раз хочу сказать, мои дорогие друзья, попытайтесь понять сейчас, что происходит. Какие-то простые вектора начинают обсуждать тех, до кого они вообще. Понимаете? Вот сейчас маленький таракан будет обсуждать слона. Понимаете? Кто такой Сталин и кто такой я? Если бы я в тот раз сделал подобное решение, принял по поводу целой страны, понимаете, там война тяжелейшая, тогда я мог бы как-то вот скромненько высказать свое мнение. Но при чем тут Сталин? Понимаете? Есть люди, которые намного выше и серьезнее, чем я. Почему я должен об этом рассуждать? Сейчас каждый суслик у себя на поле обрану. Каждый суслик рассуждает о каких-то процессах, которые от него вообще не зависят, и он их не понимает просто, понимаете? Есть же очень высокие вещи, которые ты можешь не понять просто. Для того, чтобы рассуждать о правителях, надо самому быть правителем, надо изучать эти законы. Понимаете, почему мы об этом говорим? Давайте будем говорить о самосовершенствии, о развитии личности. Зачем мы лезем в те зоны, в которые мы мало разбираемся и вообще это не скромно говорить о тех, кто сделал для мира гораздо больше, чем ты. Зачем я буду это все обсуждать? Допустим, такой пример. Кто-то поднимает штангу, допустим, да? Я начинаю анализировать, как он поднимает штангу. Ну, сначала, а ты что ее анализируешь? Ты штангу поднимал? Нет. А что тогда ты туда лезешь? Ну, сначала научись штангу поднимать, вот ставим каким-то чемпионом мира, а потом ты будешь обсуждать тех, кто тоже поднимает штангу, но хуже тебя. Вот я так это понимаю, а сейчас все кому не лень, понимаете, как бы, лезут и обсуждают вещи, которые они вообще не понимают с точки зрения практики, потому что можно теоретически что угодно рассуждать. Вот давайте сейчас мужики соберутся и будут обсуждать, как женщине рожать. Это смешно. Потому что они никогда не рожали, никогда не пробовали, зачем это обсуждать? Попробуй сам, потом будешь обсуждать. Давайте в сфере нашей возможности действовать, а не в той сфере, в которой мы слабы.